Вы на канале «Английский» с Натальей Алексеевной. Структурный метод изучения английского языка. План седьмого урока. Первое – повторение шестого урока. Второе – структура «Я бы что-то сделала-сделала» плюс глагол в первой форме про сегодня-завтра, только когда мы говорим. В английском языке эта структура звучит «I would» плюс «the verb» в третьей форме. Правильное произношение и рекомендации, как выучить таблицу неправильных глаголов. В предыдущем уроке я рассказывала, что в книжках написано только три формы неправильных глаголов. Внизу «to play, played, 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 playing» – это уже правильный глагол, потому что во второй и в третьей форме у нас есть окончание «ed». И также я говорила, что в книжках не пишут частицы «to». И обращала внешне внимание без частицы «to» – это приказ. «Read – читай, buy – купи, catch, лови – поймай». С частицей «to» отвечает на вопрос «что делать?» и будет инфинитив «to read» – читать, «to buy – покупать, to catch, ловить – to see, видеть, to play – играть». И также обращала ваше внимание, что вторая, третья и четвертая формы имеют свой перевод, который необходимо запомнить. Обратите внимание на чтение «to read», но вторая и третья форма «read – read». Итак, здесь мы видим перевод только для первой формы. Вторая, третья и четвертая форма – необходимо перевод запоминать. «to read» – читать, «read» – что сделал, прочитал слова-показатели, чтобы узнать, что именно вторая форма – вчера, yesterday, «три дня назад – through this ago», когда конкретное время или перечисление «я прочитал, увидел, пошел, узнал». Тоже вторая форма. Третья форма переводится «read» – прочитанный, bought – купленный, caught – пойманный, seen – увиденный, played – сыгранный. Четвертая форма – она не пишется в учебниках, потому что она образуется везде при помощи окончания «ing». А эта форма пишется, потому что первая, вторая и третья форма неправильных глаголов пишется в учебниках, потому что меняется основа слова. Здесь ничего не меняется, но мы добавили, потому что структурный метод изучения английского языка заключается в том, что мы учим составлять самостоятельно предложение при помощи преподавателя, конечно, сначала, но потом самостоятельно, используя вот эту таблицу правильных и неправильных глаголов. Правильные глаголы мы сами подписали вот внизу. Окончание – ed, ed, ing. Перевод четвертой формы. Reading – читая, читающий. И так дальше. buying – покупая, покупающих. Напоминаю, четыре формы, извините, четыре перевода есть, но мы пока изучаем только два. Reading – читая, читающий. Нельзя путать с present continuous tense – настоящим длительным временем. Когда мы добавляем am, is, are, тогда читаю. Я сейчас читаю в данный момент. I am reading. Я не смотрю телевизор. I am not watching TV. Но я объясняю сейчас, как конкретно переводится каждая форма. Reading – читая, читающий. Читая книжку, мальчик смеялся. Reading the book. The boy was laughing. Reading. Итак, наша структура на сегодня. Я бы прочитал, прочитала эту книгу. Я бы что-то сделал. Вот наша структура на сегодня. Would – видео. И первую форму глагола без частицы to. Я бы прочитала. I would – чит. Я бы купила. I would – buy. Я бы поймала. I would – catch. Я бы увидела. I would – see. Я бы сыграла. I would – play. И вот здесь мы это написали. Но просто я вам здесь показываю, для того, чтобы вы знали, что именно первую форму глагола мы берем для того, чтобы составить вот такие предложения. Я бы что-то сделала. Ну, можно написать перевод, чтобы вы запомнили. Я бы прочитала. Я бы прочитала. I would – read. Надо помнить, что прочитала бы сегодня или завтра. Это очень обязательно помню. Потому что… Вот у нас тоже вверху здесь написано. Я бы прочитала эту книгу сегодня, завтра, вчера. Вот это русский язык. Русский. Вот когда мы говорим по-русски, мы говорим. Я бы прочитала. Я бы прочитал эту книгу. И мы имеем в виду и сегодня, и завтра, и вчера. У нас не меняется грамматическая структура в русском языке. В английском языке. Вот вам пример. Если сегодня, today, или завтра, tomorrow – это будет одна структура. Would – и глагол в первой форме. Вот я вам показывала, как его брать отсюда, в первой форме. Когда же? Мы хотим сказать про вчера. Я бы вчера прочитала yesterday, когда я имею в виду прошедшее. Три дня назад, год назад, вчера. Я беру вот, но я беру вспомогательное have и уже третью форму глагола. Вот. Ну, здесь мы можем написать, например, read – здесь будет третья форма глагола. Третья форма. Третья форма глагола. Третью форму глагола мы выучим завтра. А сегодня еще раз повторяю. Мы учим структуру «я бы что-то сделала». Чтобы самостоятельно составить эту структуру, мы берем первую форму глаголов и правильных, и неправильных. Без частицы to. И впереди ставим would. Оно здесь не переводится. В английском языке слово would имеет много разных переводов. Пока мы это не разбираем в других случаях. Я бы что-то сделала. Я бы что-то сделал. I would read. I would buy. I would catch. I would see. I would play. Вот здесь с переводом. Чтобы вы запомнили лучше. I would read. Я бы прочитала. I would buy. Я бы купила. I would catch. Я бы поймала. I would see. Я бы увидела. I would play. Я бы сыграла. Это на начальном этапе. Кто плохо знает английский, он такие кратенькие предложения составляет. Кто знает лучше английский, может добавлять. Я бы прочитала эту книгу. I would read this book. Я бы купила этот стол. I would buy this table. Ну, и кто хочет лучше запомнить, я бы купила эти бриллианты. I would buy these diamonds. Я бы поймала этого собаку, например. I would catch this dog. Я бы увидела этот фильм. I would see this film. Я бы сыграла, например, футбол. Или я бы сыграла на пианино. Обратите внимание. Я бы сыграла футбол. I would play футбол. Но когда играть на каких-то инструментах, после play обязательно частица the. I would play the piano. I would play the guitar. Я бы сыграла на пианино на гитаре. I would play the guitar. И что хорошо в английском, что одна та же форма, вот мы выучили, я бы что-то сделала, но мы точно так же можем сказать и про меня, и про тебя, и про него, и про ее, и про нас, и про вас, и про то, что они тоже что-то сделали бы. Вы, опять же, здесь можно добавить, что сегодня, сегодня, завтра, но не вчера, потому что вчера – другая формула, я вам еще разговариваю. Итак, я бы, ты бы, вот оно будет звучать одинаково, смотрите, я бы прочитала эту книгу. I would read this book. Ты бы прочитал эту книгу. Или вы. Обращение к одному человеку вежливое в английском. Но в английском нет слова ты, а у нас есть, поэтому английское you, вежливое обращение, мы перевели как ты. Ты бы прочитал эту книгу. You would read this book. Он бы прочитал эту книгу. He would read this book. Она бы прочитала эту книгу. She would read this book. It – это он, она, оно про животных и неживые предметы. Вот у нас получилось, видите, как получилось разделение. Вот, про животных и неживые предметы. Ну, собачка бы не прочитала эту книгу, но если дети играют, они говорят. Вот, она, имеется в виду собачка, прочитала бы эту книгу. It would read this book. We would read this book. Мы бы прочитали эту книгу. You would. Когда мы имеем в виду два и больше людей, вы бы прочитали эту книгу. You would read this book. Они бы прочитали эту книгу. They would read this book. Теперь вы мне скажите, разве английский нелегкий предмет? Для всех местоимений одна из наших фраз и структуры would и глагол в первой форме. I would read. Ну, конечно, можно составлять и сложнее предложение. Это кто знает английский? Хорошо. Давайте примеры посмотрим. I would eat all the people. And I would eat it alone in my room. With great ceremony. Feeling like a normal kid. I would eat ten cheesecakes for her. I would eat the evil midget on day one as an appetizer. I would eat all the people. I would eat all the people. Я бы съел всех. And I would eat it alone in my room. With great ceremony. Feeling like a normal kid. And I would eat it alone in my room. With great ceremony. Feeling like a normal kid. И я бы съел ее-его. В одиночестве в моей комнате с большой церемонией. Чувствую себя обычным ребенком. Я бы съел ради нее десять ватрушек. Я бы съела этого кролика в качестве закуски. И последний пункт нашего урока. Правильное произношение. Рекомендации, как выучить таблицу неправильных глаголов. Итак, правильное произношение. Самый лучший способ выбрать в интернете ролики с произношением, которые вам нравятся. Потому что бывают произношения American English, американский вариант, and British English. Когда вы хотите изучить British English, британское произношение, вы забиваете в поисковике слова BBC Pronunciation. И очень много хороших видео с произношением. Это длительный путь, но он очень хороший. Потому что вы видите, как произносится, и запоминаете, повторяете. И пишется там и транскрипция, и слова. Очень много хороших видео. В American English тоже можно найти много видео у носителей языка. С хорошим правильным произношением. Немножко объясню произношение. Буквально несколько ошибок, которые встречаются. Д, т, н, л. Эти четыре звука надо произносить, поставив кончик языка, бугоркам, которые называются альвеолы. Они находятся у основания верхних зубов. Вот так язычком можно их найти. Д, т, н, л. Т, д, т, 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 т. Вот это правильное произношение. Дальше. Звук р. Вот, например, у нас to read, 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 reading. Звук р мы произносим, заворачивая язык калачиком. Очень хорошее упражнение для выработки этого звука. Произносить украинский или русский звук ж, а потом жужжать и потом медленно заворачивать язык внутрь. Вот смотрите. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж много путешествий за границей, они произносят неправильно, как звук «ё». Надо произносить «birthday». Это кратеринка про произношение. И когда вы видите «h» – кончики языка между зубами. Обратите внимание, например, слово «so». British pronunciation – «so». American pronunciation – «so». И даже могут говорить «о, я так никогда не слышал». А есть такое правило. AR произносится как всегда, как звук «o» или «or» в американском. «Sore». Как вы учите таблицу неправильных глаголов? Тоже есть в интернете. Лучше выбрать видео носителей языка. Просто по скепке написать irregular verbs. И вы найдёте много информации. Спасибо за внимание. Вы были на канале «Английский» с Натальей Алексеевной. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...